Сокровищница морали Кто могуществен? Тот, кто смиряет свои страсти, ибо сказано, долготерпеливый лучше сильного, а владеющий собой лучше завоевателя города. Кто богат? Тот, кто удовлетворен тем, что имеет, потому что сказано, когда ты ешь от плодов рук твоих, счастлив ты и благо тебе. Счастлив ты, это в этом мире, и благо тебе в грядущем мире. Кто почитаем? Тот, кто уважает других, ибо сказано, чтящие меня, я почитаю, те же, кто бесславит меня, будут посрамлены. Спеши выполнить даже легкую заповедь, беги от всякого греха, ибо одно доброе дело порождает другое доброе дело. А один грех влечет за собой другой грех. Вознаграждение за доброе дело – это доброе дело, а вознаграждение за грех – это грех. Не презирай никакого человека и не считай что-либо невозможно, ибо нет человека, у которого не было бы его часа, как нет вещи, у которой не было бы ее места. Смиряй свой дух до последней степени, ибо удел человека – тлен. Тот, кто осверняет имя Господа втайне, будет наказан публично и не имеет значения случайно или преднамеренно совершено это осквернение. Тот, кто учится для того, чтобы учить других, получит эту возможность учиться и учить, а тот, кто учится для того, чтобы применять знания на практике, получит возможность учиться и учить, а также соблюдать и выполнять заповеди. Не отделяй себя от общины, исполняй роль судьи, не веди себя как защитник, не делай из учения корону для самовозвеличивания или лопату для того, чтобы копать. Тот, кто использует корону учения для своей выгоды, исчезнет. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кто извлекает личную выгоду из слов учения, лишает себя жизни в этом мире. Кто чтит учения, будет почитаем людьми, а кто пренебрегает, того люди будут презирать. Тот, кто избегает, устраняется от вынесения судебного решения, то есть избегает обязанностей судьи, ограждает себя от ненависти, грабежа, ложных клятв. Тот же, кто принимает решения безапелляционно, глуп, греховен, самонадеян. Не суди один, ибо никто, кроме единственного, не может судить один. И не говори другим судьям, примите мою точку зрения, потому что это их выбор, а не твой. Тот, кто, будучи бедным, живет по законам учения, удостоится жить по законам в богатстве. Но тот, кто, будучи богатым, игнорирует учение, в конце концов, не сможет изучить его из-за бедности. Сократи свою деловую активность, займись учением, и пусть дух твой будет смиренен перед всеми людьми. Если ты пренебрегаешь учением, найдется немало предлогов для оправдания. Если же будешь трудиться над ним, бог вознаградит тебя с той лицей. Тот, кто выполняет одну заповедь, обретает одного защитника. Тот, кто совершает один проступок, обретает одного обвинителя. Покаяние и благодеяние – лучшая защита против бедствий. Всякое собрание во имя Бога, в конце концов, осуществит свои цели. А то, которое не во имя Бога, в конечном счете закончится провалом. Итак, очередной выпуск завершен. Хочу я к дню рождения набрать 1000 подписчиков. Заходите на мой канал, оставляйте лайки и комментарии. Подписывайтесь, будьте здоровы и всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.